Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня у нас новая игра. Для этой игры нам понадобится, как обычно, плотный лист белой бумаги. Также нам понадобится сегодня картонка. Можно взять ее от любой коробочки, либо от вложений в какие-нибудь посылки. То есть, если у вас вдруг приходят какие-то посылки или остаются штучки картонные, то можно их не выбрасывать, сохранять. Они пригодятся нам для игр. Часто бывает так, что картон требуется для основы. Что еще нам нужно будет? Нам нужно будет маркер, желательно голубого-синего цвета, поскольку у нас такая небесная тема сегодня с вами. Нам понадобятся коктейльные палочки, соответственно, тоже таких же цветов, либо голубой, либо синий, либо вот такого плана бирюзового, как у меня. Нам понадобится клей, нам понадобится скотч широкий, и ножницы, и, возможно, какая-то губка для стирания маркера, и сам, соответственно, маркер на водной основе, который легко стирается. Ну, вот, например, для досок, да, вот есть такие доски, у которых специальные маркеры. Ну, и, собственно, еще нам понадобятся вот такие веревочки, любые веревочки, которые есть у вас в доме, там, пусть это будет шпагат или что-то такое, не очень толстые, чтобы на них можно было нанизывать коктейльные палочки, то есть ширина, да, вот диаметр такой примерно должен быть, как у коктейльной палочки. Правда, бывают широкие коктейльные палочки, и если у вас в другом доме только широкая веревка, можно найти широкие коктейльные палочки и использовать их. То есть в любой ситуации можно найти выход, да. Ну, и для того, чтобы наши коктейльные палочки не сваливались в самый неподходящий момент, я еще использовала вот такую мишуру на проволоке, которую мы уже с вами как-то использовали. Если вдруг она у вас после Нового года вся не использовалась и осталась, можно ее закреплять на конец веревки, да. В моем случае это придает немножко такого веселья, и оно смотрится все, это наша общая картинка наша вся будет смотреться веселей. Но если вдруг нет у вас таких палочек, просто можно на конец веревки надеть, продеть что-то, например, бусинку, да. Но опять же бусинка, лучше это будет бисер, потому что иначе мы не сможем через это продеть коктейльную палочку. То есть вот таким образом она не войдет, если будет там толстая бисеринка, да. Соответственно, мы ищем что-то, чем мы можем закрепить кончик веревки, чтобы вот эта вот у нас с вами коктейльная палочка не сваливалась, когда мы ее поднимем. Но при этом, чтобы палочка эта же туда нанизывалась легко и без всякого напряга, потому что дети начинают нервничать, когда у них что-то не получается, и вся игра у нас идет на смартфон. Что мы делаем с картоном? Картон нам, по сути, нужен для основы, и это вот такой вот прямоугольный кусочек картона, да. Мы с ним вообще ничего особенного не делаем, просто мы вырезали его и положили на стол. А вот с белым плотным листом бумаги мы будем с вами кое-что делать. А что именно? Вот такое вот облако. Облако должно быть с ровным краем внизу, да, а здесь вы можете делать его любым сверху. Тут абсолютно без разницы, главное, чтобы оно немножко напоминало облако. Вот, белый лист нам уже не нужен, у нас есть вот такой шаблон. Для чего нам нужны веревки? Веревок нам понадобится 5 штучек, и веревки будут определенной длины, ну, то есть, примерно, чтобы 10 вот таких отрезков у нас входило, да, коктейльных палочек. Как вы порежете, примерно 10, да, если вы будете изучать с детьми еще до 10. Веревочки мы прикрепляем скотчем к картону, каждую веревочку мы приклеиваем отдельным куском скотча к картону, чтобы она довольно плотно, да, у нас держалась. Когда ребенка дергает, она не отходила моментально. Вот, собственно, и все. Вот такая вот у нас получилась штука, и чтобы она выглядела красивее, мы сейчас на нее приклеим основную часть, да, которая будет создавать образ тучки. Облачко это, собственно, вот эта вот белая часть, которую мы вырезали из бумаги. И ее мы приклеим скотчем. Для начала я бы ее, конечно, зафиксировала, чтобы она не елозила. Я ее приклею клеем сверху, вот здесь вот приклею, вот. А саму основу приклею скотчем. Почему скотчем, сейчас объясню. Почему я сразу не приклеила все на клей. Скотч нам нужен для того, он не просто держит и фиксирует, да, наше облачко. Он нам нужен для того, чтобы на него наносить изображение. Сейчас я приклею, и потом покажу, что я имела в виду. Вот так вот мы основу клеим вниз. Сейчас фиксируем с обеих сторон скотч наш, чтобы он тоже не скакал, не прыгал. Сейчас я его обрежу. Разравниваем, чтобы тут все было красиво. Вот так вот у нас будет выглядеть наша тучка. Дождливая. Ну и, собственно, для чего нам нужна эта игра, что она будет развивать, я сейчас покажу. На нашу тучку мы будем наносить изображение чисел, да. То есть, например, мы здесь рисуем 2, здесь рисуем 5, здесь рисуем 4, 3 и 1, например. Почему мы наносим изображение на скотч и наносим его маркером, который стирается? Чтобы ваша основа была не одноразовой, чтобы мы могли играть в эту игру ни один, ни два, ни три раза, да, а запоминать с детьми цифры несколько раз, как минимум, да, вот играть в эту игру, пока она не надоест. Соответственно, мы можем взять, стереть вот этот вот слой, который у нас на скотче, число, да, и написать новое на этом месте, на пустом, который освободился. Вот поскольку цифр у нас 5, а мы не будем делать огромную тучку, цифру у нас 10, прошу прощения. Давай, отушки руки, поскольку у нас? Поскольку цифр у нас 10, мы будем изучать числа от 1 до 10, то, соответственно, мы не будем делать длиннющую тучку, мы просто используем вот такую вот фишечку, да, то есть мы со скотча будем стирать и наносить, например, вместо 1, 7, когда ребенок освоит счет до 5. Ну, собственно, мы теперь можем приступать к самой игре. Задача ребенка в этой дождливой тучке посчитать, сколько капелек дождя она, собственно говоря, выпускает на землю, да, назовем это так. Вот в нашем случае первая дождинка выпустила 2 капельки, и мы сейчас вот эту вот, вот эти 2 капельки изобразим. Собственно, изобразим, это ключевое слово в этой игре, потому что изучать цифры, состав числа гораздо удобнее, гораздо веселее, интереснее и проще, самое главное слово проще, когда вы делаете это наглядно. То есть вот ребенок видит цифра 2, и для него это просто цифра, изображение. Как он поймет, что она из себя представляет? Вот мы ему наглядно это и демонстрируем, то есть 2 капельки дождя, это раз-два капельки дождя, которые ты сам, собственно, ручно сейчас нанизываешь вот на эту веревочку, да, и ребенок понимает, что цифра 2, это вот такие две какие-то частички, да, это не просто какая-то вот образная штука, которая нанесена на бумагу, это вот что-то, что можно посчитать. В этом случае вот у нас, например, цифра 5, да, мы 5 раз нанизываем на веревочку вот эту вот коктейльную нашу порезанную палочку, соответственно, она будет с 5 капельками, эта веревочка. И таким образом ребенок, проделывая эту работу, он учится считать, он запоминает цифры, он развивает мелкую моторику, потому что вот эта вот работа руками мелкая, да, это всегда работа мелкой моторики, мы про это с вами уже неоднократно говорили, мы много раз говорили о пользе мелкой моторики, да, потому что все-таки мелкая моторика это основа всех основ. Ребенок с самого маленького возраста начинает вот эти вот движения совершать, работать рукой, тренировать мышцы руки, которых там великое количество, да, а тренировка мышцы руки и, соответственно, все, что связано с движениями мелкими руки, это все развитие мозга. Это не только вот мы накачали пальчики, мы потренировали, да, наши мышцы, это хорошо, это важно, это нам позволяет в дальнейшем писать красиво, грамотно, плюс это, как я уже сказала, развитие мозга и, соответственно, развитие речи, то есть мелкая моторика очень тесно связана с центрами речи, и ваш ребенок будет не только красиво писать, но и правильно, красиво говорить. Вот. Ну, дальше я показывать не буду, я думаю, что все понятно, это в целом выглядит, мне кажется, интересно, красиво, да, как поделка такая. Цифры вы можете стирать, наносить новые. Это была еще одна игра, которая у нас с вами получилась довольно легко, простая и, мне кажется, даже симпатична. На этом у меня сегодня все. Оставляйте ваши комментарии под этим видео, мы их всегда очень ждем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там всегда очень много интересного. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok